Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос, который вы задаёте. Мне 32 года, был неудачный брак, в котором я любил, а меня нет. Я интроверт, не люблю компании, на работе сложно в коллективе. 5 лет живу одна, я одиночество начало съедать, сидела на сайтах знакомств, там мужчинам нужно одно. Нашёлся только один, в разводе встретились, была близость, но понимала, что не мой человек. Им надо гулять по клубам, кафе, я это не люблю. Начинают искать родную душу, стало быть одной. Неужели в современном мире надо быть идеальной стервой, чтобы иметь семью? Как поднять самооценку, когда кругом веселые и наглые? Задаёт вопрос Оксана. Ну, в первую очередь, пожалуй, вот на что хочется обратить ваше внимание, это на то, что вы уже заключали брак, да, где вы любили, а вас нет, вот уже, в общем-то, исследовали, я полагаю, некоторому деструктивному своему сценарию, да, вот, видимо, пытались как-то купить, купить внимание, да, купить, может быть, компанию, да, себе, вот, вы пытались как-то вот, видимо, ну, завоевать человека, вот, у вас этого сделать не получилось, вот, и надо сказать, что в целом это естественно и нормально, что не получилось, потому что, ну, брак, где, как бы один, ну, вообще любые отношения, где один человек, как бы вот, любит, да, другой человек не любит, ну, это, на мой взгляд, отношения заведомо уже такие, я бы сказал, ну, заведомо обречённые на, ну, на провал в целом, вот, поэтому ничего удивительного в том, что, в том, что вы как-то вот описываете, нет, к сожалению, вот, значит, ну, это в первую очередь нужно, как мне кажется, вам корректировать, то есть, корректировать, что в первую очередь нужно именно вот этот момент, связанный с тем, что вот вы как-то вот неудачные такие отношения в браке выстраиваете, судя по вашему описанию, судя по тому, что я вижу. То есть, как-то вы оказались в этом положении, как-то вы оказались в этом состоящее состояние, вот, состояние, при котором, вот, как-то вот, вас любили, вы любили вас, вот, да, то есть, из какой, так скажем, позиции, да, из какого, из какой потребности вы, вот, что называется, в эти отношения вступили, да, то есть, это же вот не просто так, да, это же вот не на ровном месте возникло. Я думаю, что были какие-то у вас основания, вот, и вот с этого как бы и нужно, на мой взгляд, начинать работу с вами, вот, с этого, на мой взгляд, и нужно как бы начинать терапию, вот, вам разбираться, собственно говоря, в своей жизни, да, вот, разбираться в своих отношениях, вот, в себе разбираться, и дальше, я думаю, дальше уже будет вам более понятно, что делать, как себя вести, и в каком направлении двигаться, вот, это такое вот комплексная, я бы сказал, корректировка вашего поведенческой модели, которая сейчас у вас, на мой взгляд, весьма, весьма хромает, вот. Дальше, вы называете себя импроверным, да, то есть, как бы, ну, говорить, что не нравится в обществе, тяжело в коллективе, но то, что вам тяжело, например, в коллективе, ну, в общем и целом, никак не связано с тем, что вы импровер, вот, то есть, это может быть и по другим причинам, по другим причинам вам, может быть, тяжело находиться с другими людьми, например, как вариант, именно из-за трудностей с самооценкой, вот, то есть, как раз человеку, который себя обесценивает, вот, ему достаточно сложно бывает находиться с другими людьми, как-то себя соотносить с другими людьми, вот, потому что он, как бы, о себе, вот, думает не самым лучшим образом. Значит, вы говорите о том, что у вас стало видать одиночество, вот, интересно, что вы имеете в виду, ну, вообще, вот, что вы подразумеваете под этим, что вот меня стало одиночество, ну, среда, вот, то есть, как-то вам стало некуда себя деять, стали как-то горить себя за то, что у вас нет семьи или, может быть, еще какие-то вещи, вот, то есть, это нужно тоже разобрать. Значит, дело в том, что если вы потерянность, то есть, что такое потерянность, что это, что я имею в виду, говоря про потерянность, например. Ну, я имею в виду то, что вы сами, сами, сами как-то вот могли, ну, не определиться с тем, допустим, да, кто вы по жизни, что вы делаете, чем вы занимаетесь по жизни. Вот, так вот, куда вы идете, опять же, по жизни. То есть, вы могли вот с этими моментами не определиться для, ну, для себя, получается. И как следствие, у вас есть, ну, некоторые трудности, у вас есть некоторая проблематика, что, в принципе, вполне нормально, вот, в этом, ну, в этом, как бы, случае. И, значит, она, у вас, эта проблематика мотивирует на то, чтобы вот, как-то вот за счет семьи, да, что-то компенсировать. Так же, как и, ну, то есть, убежать от, эм, от одиночества, убежать от себя. Вот, ну, правда заключается в том, что от себя, как бы, как бы вы не пытались, да, от себя, не убежись, не убежись, от себя, обижать не получится, не получится. Вот, вот, и, соответственно, через семью вы, эм, свои проблемы вряд ли можете решить. Вот, как вы не решили свои, э, проблемы уже, вот, эм, созданы вами однажды. То есть, э, семья. Вот, поэтому, мне кажется, что создавать еще одну, э, семью, да, еще один раз, как-то вот, эм, себя травмировать. Наверное, идея далеко не лучшая в этом смысле. Вот, а гораздо более лучшим было бы для вас, э, разобраться, э, в себе, да, и устраивать вот, э, какие-то, ну, другие, новые отношения, которые могли бы, э, привести вас к некой гармонии. Но сначала нужно эту гармонию найти внутри себя. Вот, что, как раз таки, вот, э, восходит к одиночеству. А, что, в свою очередь, не принятие. То есть, одиночество не принято к себе. Вот. Вам что-то вы себе не принимаете. Вам с собой не очень хорошо. Вот. Ну, и, естественно, становление вас в жизни, как отдельные единицы индивида, тоже необходимо. Поэтому необходимо, э, как бы, э, ну, э, обрести, там, интересы, да, чем-то заниматься. Собственно, на базе чего вы будете устраивать отношения с людьми, в том числе и с мужчинами, и в том числе на основе тех ценностей, которые вам самой нравятся, а не на сайтах знакомств. Вот. Такие говоря, э, значит, так, э, вот опять же вы пишете, да, не знаю, где искать родную душу. Вот обратите внимание, вы как будто бы транслируете мысль, что без родной души я, как бы, вот, ну, неполноценно, да? Вот. Мать. Родную душу нужно искать, что безусловно, но не из той позиции, что вы, как бы, без нее, вот, неполноценно. Вот. То есть это же прикладывание на другого человека ответственности за то, чтобы вас сделать полноценно. Но это так не работает. Если свести мой ответ к одной мысли, то нужно разобраться, почему ваш брак был неудачным, вот, подкорректировать вещи, которые требуется подкорректировать, и, ну, и построить гармоничное отношение. Вот. Но, как бы, вот, э, сейчас, вот, сейчас, давайте, не очень хорошая идея. Что касается самооценки, то это требования к себе. Вот. Вы конкурируете с наглыми и веселыми, как вы говорите. Конкурировать не нужно. У вас есть свои позитивные стороны, которые нужно научиться использовать. И все. Не всем людям нравятся веселые и наглые. Есть те, кому нравятся другие. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу позволит вам начать работу над собой. И желаю вам всего самого доброго. И удачи. Субтитры создавал DimaTorzok